Доброе утро! Хорошее утро опять. Тихое. Покажись, мальчик с рюкзаком. Вот. Мы идём в садик. Я вот чего хотела сказать, мои хорошие. Вот такого в Черноморске вы не увидите. Чтобы фанерные ящики вот так стояли или валялись где-то. Этого просто не может быть. Пойдём, Сашуль. Пойдём. Потому что при дефиците леса, дров, такого просто нет. Давай ручку мне. Ну давай, давай ручку. Вот, так что... Фанерных ящиков фиг найдёшь называется. Вот. А у нас... Вчера родители прислали видео. В Москве жара. Они в футболках с коротким рукавом. Катались на кораблике по Москва-реке. Причём теперь уже кораблики не такие, как раньше. Ракета ходила. Другие с таким стеклянным потолком. Но самое удивительное, конечно, что они в футболке с коротким рукавом. Но я вам сейчас покажу. Рοка. Русские выстрелы. Да, вот. Да. Мать-то? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все магазины, которые мне нужны, открываются в 10-11 Поэтому надо домой идти Хорошо, хороший денечек такой Батюшки, автобус с чистыми окнами На работу поехать тоже Еще никого нет Еще и офис закрыт Ну ладно, сейчас, сами знаете, дома-то дел хватает Зайки мои, вы меня простите Кто мне в ватсапе пишет, девчонки, ну нету времени, вот честно Ну нету времени Кручусь, как белка в колесе Я даже комментарий-то не всегда успеваю прочитать Вон наш офис Сейчас освобожусь немножко Видите, все закрыто Хотя тут овощи, фрукты Мне кажется, должны бы пораньше открывать А, наверное, не надо Вон чайка сидит около помойки Здоровая Как курица Вот видите, даже Это самое Хотела Купить Коробку для посылки С 11 часов Так что торопиться некуда Пойду я Сейчас порядок дом наведу А то Гриша у нас Подросток Парень неаккуратный За собой не убирает Был бы он мой родной Внук давно бы уже По шее получил Ну а так приходится Дипломатично Ну вы сами знаете Что такое подростки Че кому объяснять-то Ой О, бабушка пришла И мы сразу начали постель убирать Вот о чем я и говорю Она что, не сложить Ничего вот это Гришаня Ну что, мои хорошие У меня прям вот Прям так вот приятно Помните Прошлую зиму Позвонили мне Пара семейная Ну я тогда не знала Что они пара семейная Муж с женой В Мурманске И гости меня зазвали И надарили мне И шарфов И украшений Ой, такие ребята замечательные Вот Я еще когда приехала Про них вспоминала Но У меня вот когда сломался Мой телефончик-то Старенький Мой зелененький И там остался Их телефон А он сломался так Что даже телефона Оттуда не вытащить И я прям так вот Расстраивалась Думаю Ну вот как Ну и вдруг Сейчас звонят Здрасте, Любовь Николаевна То да сю А что вы не звоните Ну я ему Это дело-то объясняю Вот Они говорят Приезжайте Мы сегодня дома Приезжайте Правда За год Не набрали Много вам подарков Но Немножко есть Ну Представляете Какие люди А я-то еще сижу И думаю Куда мне поехать А вон что Сейчас вот Помою голову Видите Что на голове-то у меня Волосы отросли Вот эти Стали закручиваться И Кто куда Называется Вот Так что сейчас Порядок себя приведу И поеду в гости Ну жалко Они не снимаются Я говорю Сниматься будем Не-не-не-не-не Ну Потому что люди Такие скромные Ну А так Жалко Так Хотелось бы Вот вам Показать их Вы знаете А Втихушку Снимать Можно доверие Людей Потерять Поэтому Ну ладно Может уговорим Вот Так что Пошла мыть голову Время Одиннадцать часов И еду в гости Ну потом Вам покажу Что Мои дорогие Поехала Я в гости Ну а раз Мне по дороге Я специально Поехала Пораньше Ну как не зайти То Ну Если сегодня Пятьдесят процентов Скидка Как Я правда Все видела Уже это Но вдруг Что еще попадется Да за пятьдесят процентов Ну что Скоро ведь уеду Я же ненадолго Совсем В этот раз Когда еще попаду Летом Точно нет Наверное Летом я в Крыму Жду Когда ко мне Кто приедет Ой Какие же мы Трепишницы Девчонки Да В любом возрасте Ничего так Не поднимает Настроение Как найти Какую нибудь Интересную Для тебя Тряпочку Да Вот смотрите Девчонки Вязаная Цепочка Металлическая Ну Господи Какие молодцы Да чего так Не додумаются Вот Лариса Табашникова Показывает В Гватемале Там Покупает В обуви Да Ну Ради Вот таких Деталей Покупает За копейки А тут Вот Шестьсот Рублей Я бы Тоже Рада Покупать Всякие Вот эти Вот Штучки Из-за Кристалликов Стразиков Но К сожалению К сожалению Ларисочка Цены Не позволяют Вон какие Красивые Да Да Девчонки Смотрите Какая Прелесть Правильно Лариса Говорит Что Вот В хорошей Обуви И вот Эти Кристаллы Все Прям Очень Качественные Ну Шестьсот Рублей Прям Ой Беда А эти Красные Вообще Тысяча Двести А тут Смотрите Буси Ну Какие Шикарные Наковырять Возникает Такая Нехорошая Идея Наковырять Ну Не за Такие же Деньги Ношу На обувь А продавать Правда Ну Ладно Что Нашла Пойду Померю Ой Люблю Блестящее Я же в год Обезьяна Родилась Борюсь Всю жизнь С этим Но не могу Пройти Мимо Посмотрите Свитер С каким Воротником Да на молниях На двух Он маленький Девчонки Влюбилась Прям Влюбилась Прям Влюбилась А она Маленькая Прям Все И подол Сзади Длиннее Как я Люблю Вот Такие Разочарования Случаются Случаются Очень много Новых вещей Ну Много И старья И хочу Сказать Что На многие Вечи Завышены Все-таки Цены Ну Что Мои Дорогие Перемерила Тут Кучу 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 А беру Только Вот эту Футболку Ой Она Такая Приятная Ну С капюшончиком Я ж люблю Но она Просто К телу Обалденная И вот Такую Еще Такую С орлом Тоже Очень Хороший Хлопок Просто Замечательный Прям Просто Вот Ну все Я уже Так Устала Ну Руки Устали Вот это Все Перебирать Наверху Вот А мне Жу В гости Ехать А я Из гостей Иду Усталая Но Довольная Так Посидели Так Как мы поговорили Они же Обещали Приехать Ко мне Летом В том Году Ну Сами Понимаете С этим Коронавирусом Все У людей Не срослось Вот Но Прям Клятвенно Обещали Приехать В этом Году Так Так Что Везу Подарки Вот В том Году Что Они Мне Надарили Шарфов Украшений Я Им Сделала Три Шарфа Но Не Из Тех Которые Они Мне Подарили А Которые Они У Меня Ну У меня Были Им Понравились С дочкой Галей Дочки Вот И Переделала Одно Украшение Вот Хотелось Ей Переделать И Отправила Вот А сейчас Тоже Шарфик Ей Понравился Один Галя Она Говорит Ты Сделай Но Не Отправляй Не трать Деньги Мы Приедем Летом И Тогда Заберем Вот В общем Наговорились Налялякались Ну Сейчас Приду Домой Я Вам Покажу Ну Что Хвалюсь Вот Такой Вот Кулон Из Яшмы Такой Большущий Галя Уже Собирает У Друзей Она Говорит Прихожу В гости Говорю Шарфы Есть Которые Не Носите Вот Такой Браслет Не Знаю Мне Кажется Это Не Кожа А Может И Кожа Тут Сломан Карабин Наверное Я Отремонтирую И Буду Наверное Сама Носить Ну Посмотрю Вот И Вот Такая Подвеска Замечательная Смотрите Какая Сделать Сатуар И Вот Такую Штучку Подвесить Например Ну Или Что Ни Другое Потом Придумается Сейчас Шарфики Покажу Вот Такой Вот Шарф С Такими По Одному Краю Такая Полоска Идет И Вот В Одном Углу Вот Надпись Такая Люблю Такой Цвет Какой То Пыльно Розовый Или Ну Какой То Вот Такой Очень Мне нравится Вот Такой Шарф Цветы Бабочки Широкий Вот Такой У меня Когда-то Был Такой Шарф Мне кажется Не Золотом А серебром А может И с золотом Я уже Не помню Ну Ну Был Такой И вот Такой Индийский Шарф Девчонки Он Такой Широкий Вот Он Переходит Короче говоря Получается Вот так Вот Белый В серый Ой Тут какой-то Голубой Кажется Нет В серый Серый И в черный И весь Вот Ну надо же Вот Ну черный Короче говоря Не синий Вот Вот такой Шароченный Ну Индия Они же любят Укрываться Вот Такой Вот Не знаю Как я буду Его делать Я боюсь Что он Не влезет Ни в одну Шапочку Такой Ну ладно Там посмотрим Так что Спасибо вам Огромное Ребята Жду вас Летом Очень Приятно Я Девчонки У меня Почему Особо эмоций Нет Я просто Очень Устала Прям Вот Еле до дома Дошла Так что Вот так Вот мои Дорогие Вот так Я в гости Съездила И пообщалась И в общем Очень Все хорошо Вот Ну что Спасибо всем За внимание Не забывайте Не забывайте Подписываться На мой магазин На инстаграме Ставьте лайки Кому понравилось Расстраиваюсь Очень мало Просмотра Ну А что я могу Поделать Я же не могу Голый Вокруг шеста Крутиться Привлекать Внимание Вот так Ну спасибо Всем И мои Девочки Дорогие И мальчики Всем пока Пока Мои золотые